Добрый день, друзья! My name is Егор, и вы смотрите канал Puzzle English. Вряд ли на земле остался кто-то, не слышавший об Илоне Маске. И неспроста. Ведь в начале 21-го года Маск был признан самым богатым человеком в мире, обогнав даже главу Amazon. Но чем же он так знаменит? Илон Маск, американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, обрел популярность как основатель компаний PayPal, SpaceX и Tesla. Его называют Тони Старком реального мира и словно современным смешением Билла Гейтса и Стива Джобса. Илон убежден, что собственными изобретениями меняет вселенную в лучшую сторону и делает жизни людей комфортнее, легче и радостнее. В мае 21-го года Илон Маск выступил с монологом на известной программе Saturday Night Live. Его дебют на шоу до сих пор бурно обсуждается с зрителями из разных уголков планеты. Давайте же вместе разберем речь героя нашего времени, узнав много нового как и о самом Илоне, так и обогатив свой английский. Готовы? Let's go! I don't always have a lot of intonation or variation in how I speak. Запоминаем слово honor, что переводится как честь в почет. Здесь Илон говорит, что для него честь вести программу. Иронично, в означении фразы I mean that изобретатель решил объяснить зрителям сам. На самом деле она используется лишь для усиления речи. Цитируем Илона. Иногда после того, как я что-то говорю, необходимо сказать «Я серьезно», чтобы люди действительно знали, что это так. Просто у меня не всегда много интонаций или вариаций в речи. Берем на вооружение. Я вообще делаю историю сегодня, как первый человек с Асбергерами, чтобы хостить СНЛ. Или, в крайней мере, первый, чтобы предъявить. Так что я не сделаю много внимания с кастом сегодня. But not all right, I'm pretty good at running human in emulation mode. To make history имеет русский аналог в виде выражения «творить историю», «войти в историю». В ходе монолога Илон Маск впервые упомянул, что страдает синдромом Асбергера, одним из проявлений которого является трудность социального взаимодействия с людьми. Тем самым он входит в историю как первый ведущий с подобной ситуацией. At least значит «по крайней мере» или «хотя бы». Попробуем применить это в предложение. Это маленькая квартира, но, по крайней мере, она расположена в центре города. Выражение «don't worry» наверняка известно вам благодаря чудесной песне «don't worry, be happy». Также мы уже знаем, что «pretty» является прилагательным со значением «красивый». Но здесь слово подъявлено в абсолютно другом смысле. Илон говорит «I'm pretty good at running human in emulation mode». Что переводится как «я неплохо умею запускать human в режиме эмуляции». Используя «pretty» как наречие меры и степени, мы имеем в виду «довольно». В данном случае «pretty good» значит «довольно хорошо». «Look» тут употребляем не в прямом, а в переносном значении. Мы с вами тоже в русской речи практикуем выражение «слушай», «смотри», чтобы привлечь внимание. Так вот, Илон сделал то же самое. Глагол «to offend» переводится как «задеть» или «обидеть». Например, «Your rude words offended me». «Твои грубые слова обидели меня». «Chill dude» часто употребляемое в молодежном сленге выражение. «Chill» означает «спокойный», «кайфовый». А «dude» — «чувак». Соединяем и «бинго!» Получается «спокойный чувак», которым и он себя не считает. Кстати, «chill» еще используется как глагол. Допустим, если ваш собеседник из-за чего-то переживает, кричит или злится, ответьте ему «chill», тем самым прося успокоиться. Ну что, друзья, вам было интересно? Жду вашей обратной связи в комментариях. А с вами был я, Егор. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok